Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 симметрия 4 выхода 4 портала которые которые очень любил андреа палази почему именно такой архитектурный селена стресс его базилики немножко другие хотя та же колоннада тоже аркада который он любил большой орден все равно она вписывается в нашу природу потому что если мы возьмем готический селена совершенно не вписывается в нашу ландшафтскую высоту в какой-то степени да но с другой стороны вы знаете как работал андреа пара где он брал истоки своего вдохновения это римский римская архитектура а вот такой имперский стиль потому что у нас в россии вот этот вот имперский стиль был еще где и как раз вот эти все элементы палазецкого стиля который мы сейчас называемые украины советского время у меня еще такой следующий вопрос давайте дальше скажем так копать удар археологии такое алистская империя то есть своей античности они когда брали еще дальше ну вы знаете что везде египта до нашей эры существовала такая цивилизация труска архитектурные находки говорят нам о том что они имели практически тот же архитектурный стиль что мы видим потом в античной классике кто такие этруски и трусия это следы расселения наших с вами предков арии так называемых сейчас это уже все давно известно эти вилы которые находят сейчас на месте расселения труска они очень напоминают наши орнаменты на наших полотенцах ручниках и так далее то есть это те же свастические знаки те же солярные знаки которые мы находим нашей народной культуре что мы можем говорить о таком вот едином едином культурном пласте этих двух культур культурного Finance и приожли технических знаков в плаще и ноября то есть это и вообще за кадром в то есть это одна из наших таких вот египта и где так далее вот и вот это фонделем культурный стиль в смотрите вот такой вот египтинге то есть у нас это очень многое в таком делу который даже очень многоестных и в таком делу то есть для того как мы можем посмотреть и конечно же Вот и в Россию архитекта в Камин. Если вы где-то тоже вот так у вас на осмотре на эту саду были, вы уже встречались с этим именем этого архитектора. Ну и вот, скажем так, в такой вот обращении к далекому прошлому мы возвращаемся сюда, в усадьбу Знаменской садки, потому что очень интересно, как на примере усадьбы Знаменской садки планировались вообще российские усадьбы, потому что они все равно были так или иначе типичные. То есть мы знаем, что уже к середине, к началу и к середине XIX века уже сформированы некоторые принципы и правила проеклонирования усадебной территории. Вообще, на самом деле, вот эти виллы, которые я сейчас вам показала, вилла Капитанию и вилла Ротонда, они бы, особенно, скажем так, загородные виллы, они действительно очень напоминали наши усадьбы. Только наша усадьба — это конец XVIII, начало XIX века, а это XVI век. Потому что, например, вилла Ротонда, начало ее строительства в XVIII веке, в XVIII веке она была закончена уже учеником в Валаде. Или, например, вот эта вилла Капитанию в XVII веке, то есть это XVI веке, к нам пришло это гораздо позже. И эти виллы, они также планировались, именно как загородные усадьбы, загородные виллы, в которых также велелся сельское хозяйство. То есть были хозяйственные постройки, и был барский век. И вот именно вот таких загородных вилл у нас очень хорошо легло на нашу порцию, потому что мы все-таки нация земледельческая. Мы очень любим стационар, мы очень любим вот эту вот оседлость на земле и вести сельское хозяйство. Вот, поэтому, конечно же, вот это все очень хорошо прожилось. То, что касается усадьбы Знаменской осадки, в этом году мы празднуем 400 лет, потому что первое упоминание письменных источников о нашей усадьбе, это древний сосенский санк Вороны Шеппинга, известный вам тоже этот письменный источник, где упоминается эта территория уже именно как усадьба. Второе упоминание в 2017 году уже, это московский сосенский санк, где мы можем читать, это песок от Нидно-Московского уезда, мы можем читать деревню Сахпиде Хова-Тош на реке Огитсе, помесье обросимой Ивана Сына-Ладыжевского, деревню двор помещиков, двор приказчиков, двор Луцой, до крестьянских три двора, из них четыре человека, и бобыльских два двора, в них три человека. То есть так называемое клецо, поддержанное с четырьмя стволовыми колонами, ну и это такая, наверное, самая запущенная, если все-таки сравнивать с южным фасадом, часть дома. Здесь у нас проходили небольшие изыскания, то есть подготовка научно-проектной документации к реставрации, которые, сразу хочу сказать, которые сейчас не предвидятся, но об этом мы с вами отдельно поговорим. Ну вот, и вы видите, вот здесь у нас некоторое вскрытие было кладки специальные, вы видите, как здесь наложен рус, так называемый французский, тот классический рус, да, потому что мы тот же рус, грубый рус, можем видеть и в Ренессансе, и даже в Барокко, но здесь вот этот вот очень такой, не грубый, а достаточно тонкий рус, мы видим, горизонтальный, и лучковая кладка, что вот эти же лобочки, да, вы видите, горизонтальный и лучковая. Дальше, на втором этаже мы видим высокие окна узкие, в боковых крыльях дома мы видим так называемые филенки, а в центральной части, над оконными проемами, ну, сандрики, да, то есть это у нас арочные и треугольные сандрики, которые, кстати, очень любил тот же самый Андрей Палати, очень любил. И когда я увидела эти сандрики, прям, о, прям вот в такой же чередности, такого же количества, такой же формы, которые вот было тоже вот принесено и в нашу усадебную архитектуру. И над портиком мы видим, значит, пилястры уж с таким широким, широким карнизом, да, и посмотрите внимательно, тоже вот на самом деле, вот это тоже в нашей русской архитектуре было переделано, когда у нас идет определенная ярусность, да, то как у нас решаются колонны или пилястры. То есть здесь мы видим более сдержанные колонны, чаще всего они были дорического ордена, да, и пилястры мы видим уже более, в данном случае более, значит, украшенные, да, более декорированные. Здесь мы видим вот этот широкий карниз, то есть вот по принципу, значит, утяжеления конструкции, да, то есть сначала, сначала чаще всего дорические, потом ионические или композитный орден, вот очень любили вот у нас использовать многоярусных, многоярусных конструкциях. Ну и вы понимаете, что, конечно же, когда в 70-80-е годы строился этот дом, была четырехскатная крыша с фронтоном, да, потому что это соответствовало именно классическому стилю, и все вот то, что я сейчас им назвала, все эти, все эти черты, они говорят о том, что, конечно, он устроился именно как классическое, классическое сооружение архитектурное. То есть означает, что эти стилю гораздо больше, и здесь были не, вот эти две полка, половые, да, а именно шесть половых колоний. Вот здесь у нас совершенно подлинная дубовая лестница, здесь она плохая, и мы по ней поднимаемся, теперь не целая, не переживайте, не боя, потому что на этой стене еще в 40-м, наверное, 50-е годы было огромное зеркало, да, именно здесь, да, вот, здесь даже уже были видны в свое время, там, как раз место этого зеркала, куда оно делось, не могу сказать. Сюда, по-другому. Мне нравится, пожалуйста, в какой-то момент. Потому что, все ведь, знаете, мы сейчас жана прошуга, посмотрите внимательно, Вы пригодитесь, зато смотрите, вот эта двухъярусность, несмотря на надея исторических элементов, не совершенно не вызывает здесь тяжеловесности конструкции. Этот зал очень хороший, несмотря на то, что в первом ярусе этого зала очень нарядные колонны с капиталями и композитного опера, который, кстати, тоже любил вот тот же самый наш любимый актер. Потому что, все-таки, первый ярус, он просит более сдержанных колонн. Здесь очень нарядные колонны. Но во втором ярусе, во втором ярусе, за счет вот этих вот растительных и цветочных орнаментов, этой лепнины, очень легкой и очень тонкой, появляется вот эта вот некоторая легкость. Обратите внимание, композиционный центр – это музыкантские хоры, хоры для музыкантов, которые имеют, которые подпираются, да, имеют опор вот эти четырьмя стволовыми колоннами. Сам балкончик хоры с, вот посмотрите, вот мы зашли, было солнце, и сколько было здесь света. Солнце зашло, и этот свет здесь все равно здесь есть. То есть, нет, нет, это вот, у нас вот в этом году совершенно позор разочный срок, да. И все равно это освещение здесь есть, даже когда нет солнца. Солнце? Ну, освещение, это все в стране. Не было. Не было. На потолке. На потолке. Те же самые античные мотивы – Возоны, Купидоны, Иры. И плафон, так наш самый такой, да, вот, наверное, привлекательный, аттрактивный момент в парадном зале – это живописный плафон «Марс на колесе». Почему «Марс»? Почему не какой-то другой герой античный, античный не порой? Почему не «Марс»? «Марсовый зал» еще это назывался. Ну, вот, во-первых, можем говорить о том, что вот это живописное панно появилось уже после войны 12-го года. После войны 12-го года. Победа в Отечественной войне 12-го года, и, безусловно, не мог оставить след в том числе и в архитектуре, в том числе и в интернете. Поэтому вот этот «Марс» был войны, который вот здесь тоже, в этом парадном зале был «Марс». Единственное место, он был город Ручной. Ну, как, в принципе, многие люди знают, что они находят на территориях. Два острова, которые вы сейчас видите, на Сирные острова. Ну, вот, куда у нас было сводить, где-то, в которую вы знаете, вы, знаете, вы, по-моему, вы, по-моему, вы называли «Меловитой». Ну, вот, у Саньков все, что красивое, что вы, цель «Меловитой», для которого вы, ну, «Меловитой». Вот. Поэтому мы находимся в хозяйственного двора. И перед вами совершенно наводимое сооружение. Это здание бывшего скотного двора. Значит, подлинно из этого сооружения только вот тот последний резерв. Ну, это подлинно. Дело в том, что в нулевых годах состоялись частные деньги, а в 80-е годах при совпозии скотный двор стал рушиться, кроме стал рушиться, соответственно, припустили очень быстро впадать. И в нулевых годах появились частные деньги, и здесь решили сделать, так называемый, спортивный комплекс. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...